всем огромный привет с вами оксана и в этом видео мы с вами поговорим о моих вязальных делах и так смотрите что сейчас у вас на экране это моя мой джемпер с круглой кокеткой смотрите я перевязала резинку вот такую классную сделала это резинка со скрещенными петлями все теперь я довольна из этой пряжи смотрите как хорошо смотрится резинка которая со скрещенными петлями на рукавах связала вот барсик пришел не пугайтесь и вот рукава перевязала здесь смотрите я еще вот довязала видно разницу вот эти почему-то вытянутые сильно петельки хотя и распустила дополнительный еще ряд прежде чем до вязать но все равно вот эти вот этот ряд почему-то выпущен как вытянутая петля получилось вот столько вот я довязала еще сантиметров и резиночка так все это первое что я сделала за это время после выпуска данного джемпера с круглой кокеткой следующий я начала еще два проекта девчонки не успокоилась у меня это кучу всего на спица и я еще начала еще буду начинать так смотрите что вы видите alize lana gold classic будет детское изделие мастер-класс на детскую безрукавочку могу сказать только так что пока связала не покажу что именно вязать не тут нет покажу будет сюрпризом но хочу постараться чтоб воскресенье мастер-класс уже вышел и был на канале вечером нужно два матка вот такой пряжи alize lana gold классической да ну все ее знают я думаю 100 грамм 240 метров это у нас полушерсть идет 151 акрила и 49 шерсти белый цвет 55 надо всего лишь два маточка и спицы номер по моему три с половиной вижу потому что я у меня плотность слабенькая я взяла спицы три с половиной так что вот такие вот дела следующая мне пришла пряжа из интернет магазина пряжа .су внизу под видео всегда я оставляю промокод на ссылочку спасибо большое что вы заказываете и пользуйтесь моим промокодом и смотрите не успела прийти пряжа как я связала вот такой вот носок из пряжи alize вот такой вот обалденный расцветкий моточек alize artisan смотрите как красиво да artisan так 100 грамм 420 метров это носочная пряжа с нее носки носятся девчонки и долго не надо никакую дополнительную нить ввязывать довязывать чтобы носки долго носились не протерлись этого ничего не надо делать смело вяжите в одну ниточку и добавлять ничего не надо потому что здесь составе полиамид и за счет полиамида носится изделие долго 75 процентов шерсть и 25 полиамид носочки получаются очень теплые долго не протираются так цвет 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 так ой вот цвет 9012 интернет-магазине пряжа .су очень большой выбор пряжи artisan и я смотрите уже связала носок носок вроде бы скажете то чем носок носок обычный лицевой глади носок нет начало у меня резинкой но фишечка не в этом фишечка в другом фишечка идет вот в этом анатомическая стопа как называют или песочные часы по моему я увидела и решила попробовать но я связала вот этот носок и вижу что вы ничего не увидите в мастер-классе потому что все сольется да даже сейчас вам наверно плохо видно да что здесь вот идет сначала вот пяточка вот такая вот а потом вот тут заужение и а тут дальше расширения и идет вот мысочек вот такое построение носка здесь просто лицевая гладь ладно думаю не заметят связала носок думаю ладно потом второй носок свяжу чтобы была пара да но классная расцветка и начала вязать носочек вот с этой пряжи и понимаю так я надеюсь будет видно сейчас специально думаю сниму блин темный предсвета тоже наверно не увидите что делать или видно да вот вы видите да вот смотрите вот здесь вот идут вот эти убавки до пяточка вот не знаю оставить с этой пряжи или нет это тоже пряжа артисан цвет 44 у меня есть еще одна артиса может надо было серого начать вязать и хорошо видно было вот но снова третий носок вязать я уже не осилим а может и вообще не снимать видео 800 по моему 36 это цвет такого тоже красивые расцвет очки так можно стирать стиральной машине пряжи легко переносит стирочку и так следующее еще у меня две пряжи на кардиганы хочу связать два кардигана и сила уже пряжу которую я знаю и вязала с нее я наверно свою кофту беру а тут еще барсика не увлекся вот можно серым цветом лучше будет видно так вот так убираем да и взяла кобра я уже вязала вот на мне это кофта из этой пряжи вот так смотрится изделие вот мне она понравилась единственное что мне не понравилось это то что я коротковаться связала поэтому я заказала больше этот раз раз два три 4 5 10 11 мотков пряжи сказала это пряжа сиам кобра цвет номер 10 состав 70 процентов хлопок 21 процент мериносовая шерсть и 9 альпака 50 грамм 100 метров такая вот пряжа это шнурочек набитый пухом я эту кофту носила с удовольствием и летом когда прохладно спицы 5-6 и поэтому я захотела еще связать но что я хочу я хочу связать либо реглан либо спущенное плечо это кофта вот которая на мне да сейчас я вязала по мастер-классу юли юли и юли герман по моему и это японское плечо если я буду вязать японское плечо то юля скажет что я может по ее мастер-классу да вижу поэтому я думаю либо реглан связать и прямо сверху именно сверху вниз надо мне вязать чтобы я извязала все все в ноль обычная лицевая гладь реглан сверху либо спущенное плечо сверху я еще подумаю а вы напишите потому что я хочу снимать мастер-класс и вот по кардиган и напишите чтобы вы хотели спущенное плечо или реглан сверху кардиганчик но будет где-то 46-48 такой размер ну не знаю или японское все-таки плечо напишите чтобы вы хотели вот 1 2 либо 3 итак это один кардиган и следующие следующая пряжа для 2 кардигана это тоже пряжа я из нее уже не раз вязала это валенсия пряжа вот такая валенсия цвет 89 55 мериносовая шерсть и 45 акрил 50 грамм 125 метров уже несколько раз нее вязала вязала кардиган вязала это круглую кокетку недавно буквально был мастер-класс и все-таки снова решила связать из этой пряжи мне пряжа очень нравится после стирки и петельки разравнивать немножечко она вытягивается в длину после стирки но прямо к телу очень приятно и поэтому я решила снова повторить и связать из этой пряжи кардиганчик потому что я и сейчас я не принесла кардиган вам покажу смотрите вот такой кардиган я вязала по нему есть даже мастер-класс на моем канале ссылку оставлю смотрите какое красивое полотно получается вы из этой пряжи она разбухает смотрите вот ниточка какая сейчас и в полотне разбухает петельки заполняются вот я его ношу и ничего с ним вот не происходит все классно и вот я хочу снова связать что-нибудь подобное кардиганчик тоже но немножечко побольше я выросла и хочется теперь посвободнее вот могу показать вот так рукава что с ним происходит ничего там прям вот это где-то я зацепилась ничего такого прям смертельного сильно много катышек я не вижу вот нормально прекрасно пряжа себя чувствует вы посмотрите каком году я его вязала этот кардиган и вот сколько ему на данный момент лет и я его ношу кстати с удовольствием ношу и подумала раз я с удовольствием ношу значит надо повторить и взять точно такую же снова пряжу поэтому ее и выбрала и все на этом я сейчас буду снимать мастер-класс на детское изделие поэтому смотрите воскресенье не пропустите я надеюсь успею и будем с вами прощаться до новых встреч пока пока